Приветствую вас, друзья! Этот видеоролик мы записываем в рамках проекта Политкухни. Это наш новый проект. Ссылочка есть в описании, ссылочка есть в закрепленном первом посте. Поэтому не стесняйтесь, переходите, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии, лайки, пожелания. Если проект зайдет, если он понравится людям, то мы будем чаще снимать в таком формате. Сегодня будем готовить, разговаривать о политике, готовить интересные блюда. Возможно, неинтересные, вкусные или невкусные. Это уже дело каждого. Сегодня готовим королевский завтрак. Почему королевский? Потому что говорим о царях, говорим о власти мущих, поэтому и будем сегодня завтракать как цари. Только такие, как принц Игорь Иванович Сечин тратит на это тысячи и десятки тысяч долларов, мы же уложимся в 200-300 рублей. Ну, принц Сечин, потому что он сам себя подобным образом называет. Мы, конечно же, его олицетворяем с обычным путинским халдеем и прислужником. Итак, что сегодня готовим? Сегодня готовим яйцо Бенедикт с соусом холландес, или как его называют, голландес, на другой манер. И у нас все готово. У нас есть бекон, у нас есть зелень, у нас есть желтки. Это для соуса. Я их уже отдельно приготовил. У нас есть белый хлеб. Белый хлеб чуть-чуть слегка, буквально сладкий. Я люблю для этого блюда именно такое использовать. Яйцо. Уксус. И на плите уже заранее поставил сотейничек с водой. Тут приблизительно литр воды налит, все на глаз. И он уже практически закипел. Как только он закипит, мы начнем, собственно, готовить. Ну а пока, собственно, к теме ролика, к теме данного канала, это, конечно же, что будет после карантина. Карантин, или как у нас принято называть, самоизоляция, рано или поздно закончится. И в каком состоянии мы выйдем из этого. Потому что сейчас уже власти дают какие-то послабления. Вот с 12 мая ходят слухи, что режим самоизоляции будет послабляться. Потихоньку-потихоньку все будет открываться. И почему это сделано? Вкупе с тем, что количество заболевших растет с каждым днем. Пика мы еще не прошли. На плато, о котором говорят наши власти, и говорили еще в начале апреля, что мы вышли на плато. 4 тысячи было зараженных, мы вышли на плато в день. 5 тысяч мы на плато, 6 на плато, теперь уже почти 11 тысяч мы по-прежнему на плато. То есть это какая-то совершенно глупость, которую власти непонятно для чего тиражируют. Пика мы еще не достигли. И при этом власти снимают выдуманные ими же самоизоляцию. Почему вопрос-то очевиден? Потому что Путин, его команда уже прекрасно понимает, что социальное недовольство будет только нарастать. И крах экономики прикончит россиян и прикончит путинскую верхушку гораздо быстрее, чем коронавирус. Коронавирус, не будем спорить опасен, не опасен, не будем спорить существует, не существует. Много разных версий. Это все лирика и к теме не относится. Относится к теме только то, что власти объявили самоизоляцию, власти не помогают россиянам, власти не помогают экономике, власти не помогают малому и среднему бизнесу. Люди теряют работу, люди теряют доходы и по примере западных стран, когда в G20 все страны выдали людям бесплатную помощь материальную в виде живых денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще никакой речи не идет. И власти же, опять-таки, альтернативным путем, потому что многие высказывают силуанов, Володин, такие провластные, как Ксения Собчак, говорят, что надо помогать сильно. Также это сказала бизнесмен, предприниматель, владелец сетей фитнес-центров World Class. Нет смысла помогать бедным. Бедные, то есть обычное население, простой народ, мы с вами, они все прожрут, они все пропьют, как говорят некоторые. Мы все понимаем, все дерево, господи, сидите дома, пейте водку, делов-то, мечтали же всегда об этом. И ничего не останется, толку от этого не будет. Надо помогать сильным, богатым, то есть богатым мы поможем, а не вытянут всех остальных. На самом деле это утопия, такого, естественно, не будет. Мы уже много раз видели, когда при первых же проблемах мы помогаем всяким Дерипаскам, Сеченым, Миллерам, Ковальчукам, Лисиным и прочим, уважаемым и достойным людям, а толку от этого никакого нет. Кроме появления у них новых камушков, новых ягод, новых роскошных домов, вилл и так далее, то есть никакого пользы от богатства этих людей для нашей экономики нет. Совсем никакой пользы. У нас вода уже потихонечку закипела, и я сейчас добавлю туда 3 ложки столовых уксуса. По-хорошему лучше использовать винный уксус, но винного уксуса нет, и мы добавляем обычный столовый уксус. 3 ложки, некоторые добавляют меньше, но хуже от этого не будет, уксус практически весь выпарит, сварили кипение, поэтому не стесняйтесь, делайте более крутым его. И 3 ложки, это минимум можно 4, я иногда 4 столовых ложки. Добавляю, мы здесь сначала делаем яйцо пашот. Для начала мы сейчас должны разбить яйцо. Яйцо, у меня есть вот такое сито, которое я специально, именно для этого блюда, я специально в свое время его и купил. Потому что в яйце содержится, помимо желтка и белка, около белковой воды, и эту водичку нужно отсыдить. Белок и желток, естественно, через сито пройти не в состоянии. А водичка вся сливается, вот она уже слилась. А водичка вся у нас уходит. И таким образом яйцо получится более оформленным, более таким изящным, что и красивым. У нас буквально чуть-чуть, мы даем чуть-чуть покипеть. И такой, это первый, можно сказать, лайфхак, потому что у многих блюдо не получается из-за того, что они просто не сливают с яйца воду. И второй лайфхак, это то, что как только вода закипела, мы добавляем уксус и убираем воду с плиты. То есть мы убираем водичку с плиты, чтобы, сейчас я, что мне так будет удобнее. Я поставлю это сюда. Мы убираем воду с плиты и начинаем воронку. То есть мы воронку делаем именно по центру. По центру делаем воронку, убираем с плиты. Все это делается желательно быстро, чтобы не успела. И вот так вот в центр отправляем лицо. И тут же, тут же, мгновенно возвращаем все на плиту. Потому что она тут же должна начать кипеть. И пузырьки от кипения должны приподнять яйцо и не дать ему пришквариться ни к стенкам посуды, ни к дну. И три минуты. Кто-то варит минуту, я варю три. У меня тут есть тоже небольшой такой секретик. Мы сейчас эту тарелку, в которой мы сливали около белковой воды, мы наливаем холодной воды. Кто-то варит одну минуту, мы варим три минуты. И затем яйцо перенесем в холодную воду. И тем самым приостановим процесс приготовления. Так вот, позиция Путина и его дружков это позиция раздать деньги Путину, раздать деньги его друзьям, бизнесменам, олигархам. И чтобы это народу ничего не досталось, народ все равно их деньги проживет. Эта позиция, естественно, никакого эффекта на экономику не возымляет. И экономика как продолжала лететь в пропасть, так и продолжает. Но сейчас мы почему-то уходим. Вот этот период, когда мы на пике заболеваемости, именно в этот момент власти объявляют о послаблениях. Наоборот, сейчас нужно было бы вести по жесткому режим ЧАЭС, взять на себя все ответственности и обязательства. Но выйдем мы, что президент сидит в бункере, постоянно какие-то непонятные селекторные совещания, переваливает ответственность со своих плеч на плеч губернаторов, которые к такой ответственности просто-напросто не готовы. И сколько ватников слушал постоянно, что они все время рассказывали сказки про сильного президента, что вот Путин нас защитит, Путин нас защитит, когда возникнет ситуация, когда придет беда, мы в нем уверены, что именно только он и никто другой. Вот впервые за много лет, за много лет существования современной истории страны, современной истории нынешней власти, впервые мы столкнулись с подобным вызовом, можно так назвать, вызовом, и власть бездействует. Власть оказалась полностью беспомощной, она не знает, что делать, и Путин не знает, что делать, а всю ответственность переваливает на губернаторов, губернаторы переваливают всю ответственность на бизнес, а бизнес на своих роботях, то есть на простой народ. В итоге мы все оказываемся в минусе. Так, все, у нас прошло уже эти три минуты, и мы достаем яйцо и переносим его в холодную воду. Я потом покажу, как оно выглядит, получилось реально классно, потому что те, кто умеет, я сейчас покажу на камеру, те, кто умеет готовить яйца пашот, наверное, могут оценить, какое оно получилось, то есть оно получилось идеально ровным. Это благодаря тому, что воронка раскручивается только по центру, благодаря тому, что мы слили околобелковую воду, и именно околобелковая вода, именно она дает такой непонятный шлейф вокруг яйца, делает его некрасивым. Сейчас у нас все получилось здорово, воду мы не убираем, пусть она кипит, она нам пригодится в дальнейшем для водяной бани. И самое время, наверное, приготовить хлеб. Можно, конечно, обрезать его по форме для того, чтобы сделать его более красивым, но мы этим заниматься не будем. Как я жарю хлеб, хлеб нужно поджарить, поджарить нужно с одной стороны, я сковородку оставлю сухой, сковородка будет без масла, и сливочного масла, буквально чуть-чуть, совсем чуть-чуть, я его намажу с одной стороны на хлеб. Он нам еще пригодится, далеко не набираем, и включаем плиту. Наверное, на шестерку, на шестерке будет достаточно. Плита при этом сухая, и поджариваем только одну сторону. Одну сторону поджариваем, одна у нас остается мягкая, другая будет с небольшой корочкой, будет просто классно. И пока все это дело поджаривается, вода кипит, да водяная баня рано, может быть, разбавлю одним классным анекдотом, который я услышал на фейсбуке у одного из своих друзей, увидел. Булочку отвлекусь, у нас, чтобы не сгорело, мы снимаем. Снимаем. Потому что у нас вот такой сейчас классный уровень поджарки, и поэтому мы снимаем. А снимаем хлеб, это у нас будет основа. Мы возьмем тарелочку, чтобы у нас все было аккуратно. Вот у нас такая основа, оставим ее пока. назад, и пока у нас ничего не происходит, пока немножко оттает масло, которое досталось с холодильника, расскажу анекдот, расслаблю атмосферу. Хорошим анекдотом, который я увидел одно из подписчиков в друзьях на фейсбуке. Итак, Владимир Владимирович Путин умирает, попадает в рай, в рай, он сам удивлен, глазах пять копеек выкатил, как и так, я в рай, апостол Петр к нему выходит, говорит, да мы тут уже сами в шоке, что мы в рай. Но у нас высокопоставленных таких лиц нет, поэтому мы вам предлагаем вообще два варианта. То есть демократически. Вы вели себя демократически на земле, и мы тоже решили обнестись к вам демократически. Предлагаем вам два варианта. Вот первый день, 24 часа, сутки, вы проживаете в аду. Смотрите, как там нравится, не нравится, что происходит там. Второй день вы проживаете в районе. Также смотрите, присматриваетесь, и на три день вы выбираете, где хотите провести остаток своих дней в вечности. Путин говорит, все хорошо, понятно, понятно. Ну тогда что, в лифт подводят Путина, говорит, все. Вот там, на минус первый этаж, кнопочку нажимаете. Путин говорит, хорошо. Нажал кнопочку, спускается в ад, открываются двери, и перед ним такая картина, красивейшее зеленое поле для гольфа, радостное, с клюшками, бегут все друзья Путина. Все друзья бизнесмены, все друзья политики, с которыми он работал и делал дела в России и на земле. Все его обнимают, рады его увидеть. Они делятся различными историями из прошлой жизни, и все приветливы, рады, играют в гольф, наслаждаются хорошей погодой. Затем выходит Сатана. Сатана оказывается приятным в общении джентльменом, который приглашает Путина в загородный клуб. Там играет классная музыка, выступают классные певцы, там подают омаров и черную икру, алкоголь льется рекой, всех весело, опять же, веселые путинские друзья, классная атмосфера, и так проходит весело, непринужденный его день в аду. Он завершается, легкая нотка горечи от расставания, что вынуждены они прощаться, они крепко пожимают друг другу руку. Сатана обнимает Путина по-отечески на прощание, и Путин поднимается на лифте в рай. Подходит к апостолу Петру, апостол Петру спрашивает, ну что, готовы ли провести второй день уже в раю? Да, конечно, готов. И начинается второй день, где Путин прыгает с облачка на облачко, играет на арфе, поет ангельские песни, ну, проходит скучно и нудно день, которому нет ни конца, ни края, наконец этот день заканчивается, выходит апостол Петр и спрашивает Путин, ну что, Владимир Владимирович, вы определились? Он говорит, ну в раю, конечно, красиво. Красиво, конечно, спокойно, тихо, ну вот в аду там, вот мое, вот классно, вот друзья там, весело там, просто много всяких занятий, которые мне по душе. Ну, просто вот Петр спрашивает, ну, вы уверены, Владимир Владимирович, я уверен, тогда он вызывает лифт, сажает туда Путина, снова кнопка минус первый этаж, и Путин спускается в ад. Двери открываются, и Путин видит картину, такая голая пустыня, горы мусора, его друзья с потухшими лицами собирают этот мусор, и подбегает к нему сатана, по-отечески снова его обнимает, и Путин спрашивает, ну как же так, кустаны, я же был позавчера тут, здесь было зеленое поле, здесь все были рады и веселы, мы ели омаров, мы ели черную икру, запивали элитным алкоголем, вообще классно провели время и оттянулись. Тогда ему сна отвечает, ты кто была предвыборная программа, а сейчас ты за нас уже проголосала. Проголосала. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Вот такой анекдот. У нас готов уже хлеб, у нас готово яйцо пашот, и мы продолжаем. Так, продолжаем с того, что водяная баня, пожалуй, мы на водяной бане приготовим соус холландес, или как его называют, холландес, голландский соус. Есть несколько рецептов, мой будет следующим, 50 грамм масла, 3 желтка на 50 грамм масла, и чуть-чуть, буквально чуть-чуть, многие добавляют больше, здесь я уже не вижу никакого смысла добавлять много, мы добавляем совершенно чуть-чуть, нету чайной ложки, поэтому мы в столовой. Чуть-чуть уксуса. Добавили уксуса, и дальше нужно долго и нудно все это перемешивать до состояния загущения на водяной бане. И тут есть маленький такой нюанс, что желтки при температуре 75 градусов, они сворачиваются, и периодически нужно будет с водяной баней это все снимать. Поэтому у нас немножко не получилось, изначально нужно было масло дать им постоять при комнатной температуре, то есть масло должно стоять при комнатной температуре, и тогда оно быстрее растопится, и гораздо быстрее можно будет приготовить соус. Ну, мы маленький немножко упустили. Короче, вот так вот долго и нудно, то ставим на водяную баню, то снимая, мы готовим этот соус. Соус холландеса, то есть, как премия, один соус, который подается в ресторанах. Дальше мы будем добавлять уже приправу. Приправу по вкусу. Кто-то видит смесь черного красного перца и соль чуть-чуть. Я люблю использовать соль плюс фабрику. Это уже каждый сам по вкусу решает, как он будет приправлять. Есть много разных даже способов, не рецептов, а способов приготовления этого соуса. Ну, вот это самый простой, самый удобный, наверное, пожалуй, и самый контролируемый для водяной бани. Так, вот у нас получилась такая, не знаю, видно в камеру или нет, субстанция. Она должна еще стать погуще. Мы еще будем ее взбивать на водяной бане. Добавили уже в пабрику, добавили соль. Все по вкусу. Так вот, возвращаясь к теме, немножко прервусь. Изначально политпухню, как проект, мы планируем вести с гостем. Мы планируем приглашать гостя. Наш первый гость генеральный управляющий директор одного из магазинов в Воронеже. Не буду называть теперь, раз эта встреча не состоялась. Мы договорились, что мы вместе проведем сегодняшний выпуск и побеседуем о том, как россиянам быть, как выходить после режима самоизоляции, на что им рассчитывать, в каком состоянии будет экономика, должна была быть интересная беседа. Но мы очень часто с вами видим, и я особенно, когда я участвую во всех акциях протеста в городе, во всех митингах, и я часто наблюдаю, что все друзья, все знакомые, все против, все активно высказывают гражданскую позицию в интернете, пишут в комментариях, к роликам, каким-то демотиваторам, мэмам, картинкам и прочим-прочим-прочим в интернете. Но когда дело доходит до второго шага, чтобы неприватно высказать свою гражданскую позицию на кухне, точнее, не приватно на кухне, а публично, это сделать, выйти на митинг, либо согласиться на какое-то интервью, какой-то выйти в сеть с каким-то заявлением, на это отваживаются только единицы, вот так случилось и в этот раз, что гость просто, наверное, ну, как обычно, когда доходит до дела, многие сливаются, многие сливаются и наш гость слился, не берет трубку, поэтому, ну, к сожалению, не ново, а потом спрашивается, почему мы так плохо живем, что как же наши дети и внуки, как же наше будущее, о котором те же самые люди, кто сливается с протеста, кто сливается даже с банально, ладно, протест это, чтобы протест, нужны, ну, грубо говоря, яйца, чтобы выйти, даже на митинг, ну, чтобы выйти, особенно на немногочисленные акции, нужно иметь хоть чуточку мужества внутри, но выйти просто поговорить, слух сказать о своей гражданской позиции, но для этого, мне кажется, совсем не нужно так много смелости, но даже этого у многих не хватает, зато потом спрашивают, почему мы так плохо живем, почему в стране нет перемен, почему ничего не меняется, но если за первым шагом не следует второго, то откуда перемены, откуда власть узнает, что вы против них, если вы ей об этом не говорите, власти думают, что вы поддерживаете, левата там и другие всякие, там, в целом рисуют эти ложивые цифры, которые не соответствуют реальности, и Путин по этим цифрам ведет политику, вот, все, все вы довольны, вы сидите на самоизоляции, носа не суетесь, и всем довольны, так вот, что будет после того, как закончится самоизоляция, в принципе, я только ради этого и записывал видео, это основная тематика, но, когда все это произошло, и когда власть начала реагировать подобным образом на эпидемию, на то, что заперло людей, придумало самоизоляцию, и отказалось им помогать, я выдохнул, я выдохнул, и подумал, что это к лучшему, это к лучшему, потому что, если бы сейчас Путин и его команда действовали бы, исходя из разума, потому что в 2021 году выборы, которые единороссы, без фальсификации, с треском должны провалить, а без этих выборов в Государственную Думу в 2021 году нет смысла ни в каких путинских поправок в Конституции, если они проиграют выборы в 2021 году, то никакие поправки не помогут им остаться в власти после 2024, и это вполне очевидный факт, им нужно выигрывать эти выборы. Я, когда это все завертелось, запугался, в первую очередь, одного, что они могут сыграть на популизме, на популистских решениях, то есть, даже на популистском мнении, на популистском решении, они могут сейчас реально взять, достать этот стаб-фонд, если он реально существует, и там находятся несколько десятков триллионов рублей, достать этот стаб-фонд, и в сложной ситуации помочь населению, помочь народу, помочь малому и среднему бизнесу, и так, да, это развяжет ватником руки, развяжет сторонником Путина руки, они будут говорить, вот видите, впервые страна получила такой серьезный вызов при этой власти, и мы в президенте не ошиблись, он реально пошел навстречу и помог, и я думаю, вот это может поднять его рейтинг снова, поднять снова рейтинг к Единой России, и на этом фоне они могут реально и региональные выборы этого года толбануть, и выборы в Госдуму в следующем году тоже, и сразу за свистом залетят эти путинские поправки в Конституцию, но, к моему удивлению, власть живет в другой реальности, совсем в другой, и она даже на это, хотя это, казалось бы, классная, популистская, и не совсем дорогая мера, тем более, они это не из своего кармана, стаб-фонд, нужно понимать, это не кошелек Путина, это не кошелек Силуанова, не кошелек Кудрина, это не имеет отношения к кингам, это деньги наши с вами, это деньги нашей страны, это деньги полностью принадлежат 147 миллионам человек в равных долях, поэтому для меня удивительно, и тем лучше, тем лучше, потому что эта ситуация, и как власть отреагировала, единственная страна России с G20, которая не оказывает помощи своему населению, я недавно записывал ролик, рассказывал, и показывал видеофрагмент девушки из США, которые рассказывают, как помогают у них, бесплатная раздача еды, то есть 1200 долларов выдали каждому американцу, 500 долларов в неделю пособия тем, кто потерял работу, то есть, ну это такая серьезная, реально ощутимая помощь, которая получает заселение, то же самое в других странах, когда отменяют плату за ЖКХ, когда людям выдают реальный кэш, но у нас сейчас нет ничего, абсолютно ничего, и может быть, оно и к лучшему, может быть, оно и к лучшему, потому что чем быстрее, а рано или поздно, все равно экономика, которая ведет в бездну, в пропасть, рулевой Путин, рано или поздно, она обвалится, и лучше это пусть будет сейчас, это будет менее болезненно, и проще будет выйти из этого состояния, это, мне кажется, последний гвоздь в крышку гроба единороссов в крышку гроба под названием рейтинг Путина, и возможно, как никогда будет актуален тот анекдот, который я говорил, потому что, ну, в нашем и нынешнем состоянии президент просто неженеспособен, все зависит от нас, нельзя только вот так продолжать сидеть дома, и бояться даже высказать свою позицию, если после окончания карантина мы не выйдем с вами на улице, на санкционированные, санкционированные акции, то я уже не знаю, что может помочь спасти эту страну, скорее всего, ничего, возвращаемся к соусу, и доводим его до загустения, нам важна консистенция хорошая, пока он еще жестковат, поэтому мы его поддерживаем на водяной плане, так периодически снимаем, чтобы не свернуть желтки, и немножко охлаждаем, и вот так вот, плюс-минус, еще пару минут, и у нас соус будет готов, некоторые добавляют в холодильник лимон, каплю лимона, но лимона у нас нет, лимон сейчас в такой дефиците, у нас, как обычно, если что-то происходит, то власть оказывается не способна контролировать абсолютно ничего, не рост цен на маски, и средства защиты, перчатки, средства дезинфекции, все сразу летит в гору, слова Путина никто всерьез уже не воспринимает, человек, который показал себя в условиях объединения, как тот, который ничего не может решить, и ничем помочь стране, ее населению, и лимоны стоят слишком дорого, поэтому у нас пути завтра королей, но мы же не Игорь Иванович Сенчин, поэтому у нас ограничен бюджет, поэтому обойдемся без лимона, обойдемся без дверя, все, у нас есть вот такая соусница, и мы ее сейчас заполним. Все, соус холландеса у нас готов, все, нам больше не нужна будет уже водяная батя, поэтому мы убираем сотейник, вливаем оттуда воду, и выключаем тут плиту. и осталось буквально последние штрихи, жарим бекон, также опять без масла, бекон вообще запрещено, ну как бы нежелательно жарить на сливочном, особенно масле, потому что сливочное масло, оно немножко портит вкус бекона, и я не люблю жарить его на масле вообще, лучше в своем соку, подсолнечное масло, чересчур сильно передатчик температуры, поэтому бекон будет сильнее подгорать, поэтому в свою соку отлично, сейчас он поджарится, кто-то любит с корочкой, кто-то любит без, я поджарю незначительно, чуть-чуть, теперь у нас пока жарится бекон, перейдем к тому, чтобы сделать подачу, нарежем сейчас овощи для этого, точнее не овощи, а зелень, хотя можно много что использовать где-то уже на усмотрение каждого к сожалению, я не дома готовлю, поэтому у меня нет с собой щитцов и декончик переворачиваю с помощью ножа с щитцами это делать конечно же удобнее давайте перейдем непосредственно подачу блюда подача у нас мелушек, который мы классно так отжарили с одной стороны он подрумянился с другой стороны он остается мягким все, мы убираем бекон он уже тоже подрумянился у нас даже небольшая корочка есть итак достаем кусочек бекона это с помощью ножа выкладываем его на хлеб таким образом затем яйцо пошел и сейчас покажу как оно реально тут даже делать ничего не нужно не нужно обмой оно идеально оно идеально по форме благодаря тому, что мы используем несколько лайфхаков, которые я рассказал далее вот здесь в этот момент можно яйцо чуть-чуть подсолить буквально совсем чуть-чуть потому что у нас приправленный соус у нас соленый бекончик вставляем в сторону бекон выкладываем рядом на тарелочку это у нас уже как немножко украшение будет вот так выкладываем бекон вообще блюде можно использовать все что угодно можно копченую красную рыбу использовать можно бекон можно все что угодно все что вам в голову придет далее можно будет чуть-чуть украсить украсить можно сначала немножко зелени и поливаем соусом после соуса можно тоже чуть-чуть добавить зелени чисто для красоты вот так это выглядит это яйцо бенедикт соусом холландес завтрак королей если бы у меня это блюдо заказывал Игорь Иванович сетчин то я бы наверно несколько тысяч долларов с него за это взял хотя для этого морального рода готовить я не готов даже за большие деньги и сейчас я разрежу и покажу как выглядит это на разрезе разрезаем и вот оно яйцо в таком состоянии должно быть яйцо пашот оно вытекает класс реально очень вкусно что пальцы откусишь поэтому готовьте хорошая подача красивая очень необычная завтрак поэтому это премиальный вкусный соус и вы этим можете своих знакомых родных близких удивить на этом собственно все подписывайтесь на канал в описании переход на канал политкухню также не забывайте подписываться если есть какие-то пожелания замечания предложения буду рад всегда их выслушать и если этот формат вам понравился если этот формат вещания видеороликов зашел тогда мы продолжим делать это все в таком режиме и надеюсь в следующий раз мы сумеем вытащить хоть какого-нибудь гостя который доедет до нас и не сольется на полпути струсив еще по каким-то другим причинам все ставьте лайки ваши комментарии и берегите себя всем хорошего дня пока